Второй тур президентских выборов состоится 3 ноября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия на своем заседании в среду 23 октября после утверждения результатов За президентское кресло будут бороться действующий президент Майя Санду и кандидат от ПСРМ Александр Стояногло Согласно окончательным данным, утвержденным ЦИК, более 42% избирателей отдали предпочтение действующему президенту Майя Санду. Кандидат от ПСРМ Александр Стояногло получил почти 26% голосов. На третьем месте среди фаворитов на пост президента Рината Усатый, кандидат от нашей партии, набравший 13,79%. Бывший башкан гагаузской автономии Ирина Влах, баллотировавшаяся в качестве независимого кандидата на пост главы государства, получила более 5% голосов. За ней следует бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виктория Фуртуна, которая также баллотировалась как независимый кандидат в президенты и сумела завоевать доверие 4,45% граждан. А у премьер-министра Василия Тарлева чуть больше 3%. Еще один бывший премьер-министр Рион Кику, кандидат в президенты от ПРОМ, набрал чуть более 2%. Октавиан Цик, кандидат в президенты от избирательного блока Эмприуны, получил 0,93%. Независимые кандидаты Андрей Нестасий и Наталья Марарь получили чуть более 0,6%. А бывший министр иностранных дел Тудор Ульяновский набрал всего 0,52% голосов избирателей. 23 октября к типографии Кишинева снова шумно. Идет печать бюллетеней для второго тура президентских выборов. Процесс контролируется Центральной избирательной комиссией, чтобы соблюсти все требования и обеспечить прозрачность. Как и в случае с первым туром, будет опечатано 2 миллиона 729 тысяч 996 бюллетеней. Большинство будет на румынском языке. 2 миллиона 92 тысячи 641 бюллетень. Более 631 тысячи на русском, 115 тысяч на украинском, остальные на гагаузском, болгарском и языке ромов. Новые бюллетени будут включать в себя два квадрата длиной 120 миллиметров и шириной 140 миллиметров. С указанием логотипа, партии и имени кандидата. Так, на утвержденном образце первым кандидатом идет Майя Санду от партии «Действия и солидарность», вторым – Александр Стояногло от партии «Социалистов». Отпечатанные бюллетени будут доставлены на участки по всей Молдове и за границу к 3 ноября, чтобы все граждане могли принять участие в голосовании. Дебаты между действующим президентом Майя Санду и кандидатом от ПСРМ Александром Стояногло, претендующим на президентское кресло во втором туре, пройдут без модератора. Предложение поступило от кандидата от ПАС после того, как переговоры о поиске журналиста для ведения дебатов зашли в тупик. После давления общественности и критики Георгия Гонца со стороны Совета прессы сотрудники Майя Санду решили, что представители этой организации должны определить наиболее подходящих журналистов, которые были бы достойны взять на себя роль модератора. Поскольку Стояногло настаивал на Гонца, Санду предложила компромиссный вариант. По ее словам, два кандидата зададут друг другу по 10 вопросов. Вскоре после этого Стояногло выступил с ответом и сообщил, что принимает предложение и готов к дискуссии в соответствии с условиями, объявленными ПАС, которые, по его словам, его устраивают. Кандидат от ПСРМ оценил, что Санду нашла решение и поблагодарил ее за это. Эти разъяснения появились после того, как в первой половине дня депутат-социалист Адела Райляну сообщила в Facebook, что встреча предвыборных команд Стояногло и Санду назначена на среду 23 октября в 12.00. Несмотря на то, что команда ПСРМ выдвинула ряд условий, при которых они должны встретиться лицом к лицу, встреча не состоялась. Они включали в себя 50% ответов на русском языке, три вопроса по предвыборной программе каждого кандидата, а также то, что обоих участников должны были сопровождать три представителя из предвыборной команды, которые должны были находиться за кулисами. Напомним, что 22 октября партия социалистов предложила президенту Майя Санду, чтобы предвыборные дебаты перед вторым туром вел журналист Георгий Гонца, который недавно покинул Н4. Это вызвало недовольство нескольких представителей журналистской гильдии, которые заявили, что он не является примером честности и не может быть беспристрастным по отношению к двум кандидатам. Совет прессы также не поддержал решение избирательного штаба и предложил список из шести журналистов для модерации дебатов между двумя кандидатами. В итоге в таком предложении не было необходимости, так как кандидаты согласились, что дебаты пройдут без модератора. Независимый кандидат в президенты Тудор Ульяновский, за которого проголосовало меньше всего людей 0,52%, заявил, что его пригласили на дискуссии команды Майя Санду и Александра Стоиногла, кандидатов, которые будут бороться за пост президента во втором туре. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 23 октября. Ульяновский написал, что проведет переговоры с двумя командами, но решение, за кого призывать голосовать своих избирателей, он примет после дебатов. Отметим, что дебаты между кандидатами Майя Санду и Александром Стоиногла запланированы на воскресенье 27 октября. Ульяновский также заявил, что одним из условий, которые он поставит обоим кандидатам, чтобы предоставить им политическую поддержку, является немедленная отставка правительства после принятия присяги новым президентом страны. В ответ на высказывание Ульяновский редакция Ньюсмейкера обратила и за репликой пресс-секретарю правительства Даниэлу Воды. Он заявил, что не будет комментировать произошедшее. Мы не комментируем сейчас предвыборные заявления кандидатов. Сегодня было там пару заявлений от разных игроков, и со стороны правительства это несерьезно комментировать. Самое главное, чтобы граждане страны сделали осознанный выбор в контексте второго тура выборов. Отметим, что Андрей Анастасий, который набрал 0,64% голосов, также высказался по поводу того, за кого он будет агитировать голосовать своих избирателей. Голоса людей, которые голосовали за меня, принадлежат народу. Они знают, что отдали их с достоинством и совестью. Эти голоса принадлежат им. Да, очень много беспокойства по поводу этих голосов. Я бы нисколько не удивился, что эта озабоченность исходит от двух лагерей – Стояногла и Майя Санду. Напомним, что Майя Санду обратилась на пресс-конференции 21 октября к гражданам, которые проголосовали за Октавиана Цику, Андрея Анастасии, Тудора Ульяновский и Иона Кику. Санду отметила, что уважает проевропейский выбор граждан. Отдельно Санду решила выделить проголосовавших за Рината Усатова. Она заявила, что мнения могут быть разные, но намекнула, что Молдова должна быть свободной без бандитских группировок. В ответ на упоминание Санду Ион Кику заявил, что не будет поддерживать кандидатуру Санду. А Рината Усат и Октавиан Цику заявили, что сделают публичное заявление о своём решении позже. 23 октября на заседании правительства премьер-министр Дарин Ричан поблагодарил каждого, кто участвовал в выборах президента. В своём обращении гражданам Молдовы политик отметил, что, несмотря на попытки подделать результаты, народ твёрдо выбрал европейский курс страны на конституционном референдуме. «Хочу поблагодарить тех, кто дома и тех, кто в диаспоре, за участие в выборах 20 октября. Главное, что, несмотря на все попытки фальсифицировать голосование, проводить пропаганду, сеять раздор между людьми, граждане Республики Молдова твёрдо сказали «да» на референдуме». В заключение своей речи премьер призвал граждан Молдовы осознанно и свободно проголосовать на втором туре президентских выборах 3 ноября. В свою очередь, министр окружающей среды Серджио Лазаренко также акцентирует внимание на значимости голосования. На своей странице в Facebook политик отметил, что если во втором туре победит другой кандидат, то Молдова снова будет управляться бандитами, а у границ страны будет война. Цитата. «Конечно, госпожа Майя Санду не должна быть наказана голосованием за ошибки, которые мы совершили как правительство и не в этот момент. Сейчас важно посмотреть, как мы сможем мобилизоваться за эти две недели на этих решающих для нашего будущего выборах. Мы все должны приложить усилия». Он заявил, что эти выборы не только о президенте, но и о нашем будущем и будущем наших детей. Отметим, что многие министры из правительства Ричана были вовлечены в предвыборную кампанию Майя Санду. Около 20 молдаван готовятся к эвакуации из Ливана, сообщает Министерство иностранных дел. По их словам, в настоящее время власти ищут способы, с помощью которых граждане смогут быть доставлены домой. «Ситуация остается сложной, но Министерство иностранных дел работает над эвакуацией новой группы граждан. Некоторые из них не хотели эвакуироваться в прошлый раз, у других не были готовы документы. Сейчас эти вопросы уже решены. Мы ищем следующий возможный маршрут, будь то с помощью наших друзей из Бухареста, Киева или любого другого направления, которым они будут эвакуированы». По данным МИДа, в начале года в Ливане находились 54 молдавских гражданина. После обострения военных действий на Ближнем Востоке, несколько групп соотечественников были репатриированы. На данный момент страну вернулись 38 человек. Национальный центр по борьбе с коррупцией наложил штрафы на сумму около 1 миллиона леев за подкуп избирателей. Как сообщили 23 октября в пресс-релизе, НАЦ получила от полиции более 350 протоколов по этому поводу. Размер штрафа в каждом случае составил от 25 до 37,5 тысяч леев. По данным центра, эти лица требовали, принимали или получали товары, услуги, либо привилегии для того, чтобы проголосовать или отказаться от участия в выборах. В заявлении также говорится, что лица, которые сознались или сотрудничают со следствием, освобождаются от наказания в соответствии с законом. Днем ранее правоохранительные органы сообщили, что расследуют более 400 случаев подкупа избирателей. Люди якобы получали деньги за голос в пользу конкретного кандидата. Президент Майя Санду, которая борется за второй срок, заявила, что на выборах была предпринята попытка беспрецедентного мошенничества. Пытались купить более 300 тысяч голосов. Также стало известно, что беглый олигарх Илон Шор приобрел более 130 тысяч голосов. Его сторонники призывали голосовать против вступления в ЕС и поддерживать пророссийских кандидатов. По словам Черныутсану, только в сентябре в Молдову различными способами было переведено 15 миллионов долларов, чтобы повлиять на избирательный процесс. Соединенные Штаты Америки поздравили молдавский народ с голосованием на конституционном референдуме о вступлении страны в ЕС. Государственный секретарь США Энтони Блинкин заявил в пресс-релизе. Перед лицом беспрецедентных усилий России лишить молдавский народ права выбирать свое будущее, большинство граждан проголосовали за внесение изменений в Конституцию, чтобы способствовать вступлению Молдовы в ЕС. Он также предупредил, что во втором туре выборов, который, вероятно, состоится 3 ноября, Россия вновь попытается вмешаться. В том же заявлении Блинкин подчеркнул, что США продолжат поддерживать усилия Республики Молдова по обеспечению надежного, прозрачного и демократического процесса во втором туре президентских выборов. Согласно предварительным данным, представленным ЦИК, 50,38% принявших участие в плебиците поддержали внесение изменений в Конституцию о вступлении страны в ЕС, а 49,62% высказались против. Европейский трибунал отменил решение Совета ЕС от 2023 года о наложении санкций на беглого олигарха Владимира Плохотнюка 23 октября 2024 года. В комментарии для Европа-Либера Министерство иностранных дел подтвердило, что он по-прежнему остается в санкционных списках Европейского Союза. Европейские судьи объяснили свое решение тем, что Совет ЕС в своем постановлении 2023 года не указал причины и доказательства, на основании которых Плохотнюк был включен в список лиц, попавших под санкции за дестабилизирующие действия в отношении Республики Молдова. Следует отметить, что решение Европейского трибунала не является окончательным и может быть обжаловано Советом ЕС в течение двух месяцев. Апелляцию рассмотрит суд Европейского Союза. В санкционном списке 2023 года за попытки дестабилизации Республики Молдова находится также независимая депутат Марина Таубер, беглый олигарх Илон Шор, бывший заместитель начальника генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк и российский бизнесмен Игорь Чайко. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и конфискацию имущества, которое санкционированные лица могут иметь на территории Европейского Союза. Власти Кишинева и ЕС считают, что эти пятеро действуют в интересах Кремля на фоне российской агрессии против Украины. Около 20 молдаван готовятся к эвакуации из Ливана, сообщает Министерство иностранных дел. По их словам, в настоящее время власти ищут способы, с помощью которых граждане смогут быть доставлены домой. Ситуация остается сложной, но Министерство иностранных дел работает над эвакуацией новой группы граждан. Некоторые из них не хотели эвакуироваться в прошлый раз, у других не были готовы документы. Сейчас эти вопросы уже решены. Мы ищем следующий возможный маршрут, будь то с помощью наших друзей из Бухареста, Киева или любого другого направления, которым они будут эвакуированы. По данным МИДа, в начале года в Ливане находились 54 молдавских гражданина. После обострения военных действий на Ближнем Востоке, несколько групп соотечественников были репатриированы. На данный момент страну вернулись 38 человек. В этом году жители Молдовы снова получат компенсацию за отопление. Система, по которой будут предоставляться выплаты, находится в стадии подготовки и будет запущена в начале ноября. Граждане должны будут зарегистрироваться на сайте компенсации.gov.md, чтобы получить помощь от правительства в оплате счетов за отопление. Пока не ясно, какой бюджет выделен на эти цели. Мы работаем, не покладая рук. Мы находимся на завершающей стадии. Уточняем все технические аспекты и вскоре сообщим все детали и запустим программу. Я хотел бы заверить всех граждан Республики Молдова, что правительство будет с нами этой зимой, чтобы довести нас до конца. У каждого будет возможность зарегистрироваться, времени будет достаточно. Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу сделал это заявление до начала заседания правительства 23 октября. По его словам, компенсацию получат и те молдавании, которые зарегистрируются на правительственной платформе позже ноября. Все граждане смогут зарегистрироваться в системе в ноябре, а также в декабре и январе, но компенсацию они получат в том месяце, в котором зарегистрировались. По словам Бузу, в этом году система будет гораздо эффективнее, так как ее оптимизировали и упростили. Напомним, что в холодный сезон 2023-2024 годов были созданы шесть категорий энергетической уязвимости и около 800 тысяч домохозяйств получили компенсации от государства. В прошлом году на эти цели было выделено 2,5 миллиарда леев. Двери теоретического лицея имени Дмитрия Кантемира в Кагуле закрылись на неделю после того, как несколько учеников заразились вирусными инфекциями. Эта мера предосторожности была одобрена местным центром общественного здоровья, чтобы предотвратить увеличение числа заболеваний среди детей. Речь идет о вирусной инфекции в этом учебном заведении. И когда число учеников с подозрением на этот вирус стало расти, были проведены консультации с Центром общественного здравоохранения в Кагуле. И принято решение приостановить учебный процесс на неделю. Речь идет о периоде с 18 по 25 октября, а затем, возможно, во время осенних каникул. Представители Министерства здравоохранения сообщили, что трое учеников были госпитализированы. Было рекомендовано обратиться в медицинское учреждение для консультации. Шесть детей были обследованы, и у них всех были выявлены определенные заболевания желудочно-кишечного тракта. Три их было рекомендовано госпитализировать в Кагульскую районную больницу. Один из них был выписан на следующий день, двое других находятся в стабильном состоянии. Сотрудники Национального агентства общественного здравоохранения, с которыми связался Ньюсмейкер, сообщили нам, что подробности этого случая и результаты анализов будут обнародованы позже. Уголовные дела в Молдове будут вестись в цифровом формате. С помощью платформы ЕДОСАР органы уголовного розыска исследователи смогут в режиме реального времени следить за исполнением принятых решений и развитием дел. Решение было принято на еженедельном совещании Кабмина 23 октября. По словам главы МВД Андриана Ефрос, новая система обеспечит мгновенный доступ к статистическим данным о преступлениях и дорожно-транспортных происшествиях, а также будет способствовать более эффективному введению дел. Это техническое новшество будет способствовать объединению всей информации в одну базу данных. Оно обеспечит быстрый доступ к данным для полицейских, прокуроров, судей и других вовлеченных сторон в уголовные дела или разбирательства. Министр также отметил, что новый цифровой формат поможет автоматизировать большую часть юридических и административных процессов, а также сократить бюрократию. Глава правительства Дарин Ричан отметил, что нововведение также поможет сократить коррупцию, поскольку уменьшит возможность фальсификации доказательств. Отметим, что саму концепцию создания цифровой платформы ЕДАСАРК правительство утвердило еще в 2017 году. Национальный центр по борьбе с коррупцией наложил штрафы на сумму около 1 миллиона леев за подкуп избирателей. Как сообщили 23 октября в пресс-релизе, НАЦ получила от полиции более 350 протоколов по этому поводу. Размер штрафа в каждом случае составил от 25 до 37,5 тысяч леев. По данным центра, эти лица требовали, принимали или получали товары, услуги, либо привилегии для того, чтобы проголосовать или отказаться от участия в выборах. В заявлении также говорится, что лица, которые сознались или сотрудничают со следствием, освобождаются от наказания в соответствии с законом. Днем ранее правоохранительные органы сообщили, что расследуют более 400 случаев подкупа избирателей. Люди якобы получали деньги за голос в пользу конкретного кандидата. Президент Майя Санду, которая борется за второй срок, заявила, что на выборах была предпринята попытка беспрецедентного мошенничества. Пытались купить более 300 тысяч голосов. Также стало известно, что беглый олигарх Илон Шор приобрел более 130 тысяч голосов. Его сторонники призывали голосовать против вступления в ЕС и поддерживать пророссийских кандидатов. По словам Чернеуцану, только в сентябре в Молдову различными способами было переведено 15 миллионов долларов, чтобы повлиять на избирательный процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова